Давление 120 на 80, как у космонавта. Хотя с прошлого года этот постулат, слышанный нами миллион раз с детства, больше не верен. Итак, с 2022 года на орбиту могут допускать людей с первой стадии гипертонической болезни. Если врач убедится, что космонавт способен выдерживать нагрузки без поддерживающей терапии, то он может в индивидуальном порядке дать разрешение на полет. А все это стало возможным благодаря современным методам диагностики. Теперь врачи куда точнее определяют разницу между первой, более легкой, стадией гипертонии и второй и третьей, соответственно, более тяжелыми. Но нам с вами, дорогие зрители, в ближайшее время в космос отправиться явно не удастся. А вот начать бороться с гипертонией самое время. Ну, точнее, сразу после просмотра этого выпуска. Ведь сегодня наука против гипертониии! В смертельную схватку с одним из самых распространенных недугов в мире, со счетом научных знаний и мечом многолетней практики наперевес, вступает терапевт, кандидат медицинских наук, руководитель собственного клинического центра и автор книг о медицине Александр Шишонин. Александр Юрьевич, добрый день. Приветствую, Никита. Рад видеть вас в нашей студии. Но вопрос мой первый будет связан с подводкой, которую я зрителям нашим рассказывал по поводу того, что, значит, космонавтам теперь можно с первой степени гипертонии подниматься в космос. Ну, во-первых, как же так? Им там плохо не станет. Ну, а во-вторых, мы с вами целую программу собираемся делать про гипертонию, а космонавтам в космос можно. Может, не такая уж эта и проблема большая? Гипертония вообще – это самая большая проблема в медицине, из всех вообще, которые вот столько существует в медицине. Самая большая – это гипертония, потому что это самое распространенное заболевание на Земле после кариеса. Да, ну, кариес, понятно, что с ним делать. Надо там определенные… – Зубы чистить, да. – Зубы чистить, да. А с гипертонией непонятно, потому что Всемирная Организация Здравоохранения все время борется с гипертонией. Проблема – это на самом контроле находится там. Про это ведутся гигантское количество работ, там, медицинских препаратов, исследований там и так далее. Но, тем не менее, с каждым годом она растет. То есть, ну, здесь очевидный момент, что в медицине эта проблема не решается. Да, ну, максимум, что медицина современная в лице Всемирной Организации Здравоохранения и всех остальных, кого она олицетворяет, сделать – это пытаться хотя бы убрать симптомы в виде повышенного давления. – А почему симптомы? Разве гипертония – это и не есть повышенное давление? – В медицине вообще, в классической, такой вот, ну, как положено… – Как в учебнике. – Как положено мыслить врачу, да, нужно найти причину. Ну, да, это же логично. Чтобы устранить проблему, нужно найти причину, убрать причину, уйдет проблема. – Логично. – То есть, мы же не будем бороться с последствиями проблем, мы лучше уберем проблему. Вот, в принципе, это называется диагноз, когда ты определяешь проблему. И вот самое главное у врача – это поставить диагноз. Есть гипертония, здесь произошла в медицине такая, как бы, очень плохая вещь. Потому что у повышенного давления искали причин. Потому что повышенное давление вызывает, там, ну, поражение, там, многих органов, сосудов, там, почек, головного мозга, сердца, там, ну и так далее. То есть, это такой полиорганная недостаточность вызывает в оконцовке. И, соответственно, искали причину. И удавалось ее находить в некоторых случаях. Ну, то есть, грубо говоря, допустим, нашли опухоль надпочечника, фиохромоцитома, который выделяет много норадреналина, да, и из-за этого много адреналина, там, повышается давление. Или опухоль щитовидной железы, которая выделяет много гормонов щитовидной железы, повышается пульс давления. Да, или, допустим, стеноз почечной артерии. Из-за этого тоже повышается давление. Ну, то есть, вот такие какие-то прям конкретные причины. Вот, ну, если их всех собрать, если их всех собрать, то, ну, максимум, что наберется, ну, по разным статистикам, по-разному получается, там, от двух с половиной до пяти процентов от всех случаев гипертонии удается найти какую-то причину. В остальных, во всех случаях, то есть, человек смотрит, проверяет, там, все это, ничего нету. А у него давление повышено. И этих случаев 95 процентов, как минимум, а то и больше. Вообще, в медицине принято дальше искать, ну, как бы дальше искать, выявлять проблему. Но так получилось как-то, вот, как-то исторически сложилось, что вот с гипертонией это почему-то дальше не пошло. То есть, когда, ну, долгие годы, там, не удавалось выявить причин каких-то вот, вот этого всеобщего повышения давления, медики как-то внегласно договорились, даже неосознанно, я так понимаю, и стали называть это просто гипертонией. То есть, это как бы, ну, типа, это такое заболевание, повышенное давление. Хотя, это не специфическая реакция давления, оно на что-то возникает. И стали уже как-то об этом уже забыли, уже стали там просто убирать симптом этот. То есть, там, допустим, гипертония возникает из-за чего? Там сердце сильнее начинает работать, да, там давить кровь сильнее. И периферические сосуды сжимаются, как бы, чтобы поднять давление в системе. То есть, по сути дела, сердце дает большое верхнее давление, вот это систолическое, так называемое, да, при сокращении, которое возникает. А сосуды, вот это вот, спазм сосудов периферических, капилляров, дает высокое нижнее давление, да, то есть, вот, когда сердце расслаблено, вот сколько в системе, да, это диастолическое называется давление. Перестали искать, почему так происходит, почему сердце начинает, почему сосуды зажимаются. Просто вот сказали, что это такая болезнь гипертонии, и вот ее надо лечить тем, что нужно искать препараты для сердца, чтобы снижать его. Вот оно хочет сильнее сокращаться, а мы его заблокируем, немножко отравим чуть-чуть его, чтобы оно не могло так сильно сокращаться. И сосуды то же самое. Найдем препараты, ну, препараты, они все токсичны, понятно, сосудистые, которые будут капилляры немножко отравлять, чтобы капилляры раскрывались. И таким образом будем понижать давление для того, чтобы при измерении у нас было давление 120 на 80. И поскольку это неэффективный путь, потому что причина не найдена, и вся медицина, по сути, занимается в области гипертонии, вот такой вот профанацией и больше ничем. Никак это назвать невозможно, потому что людям это, как правило, не помогает в долгосрочной перспективе. То есть человек пьет, пьет таблетки, они им перестают помогать, ему нужно еще добавить другие таблетки, к которым он не привык. Потому что причина не найдена, она продолжает действовать, таблетки он продолжает пить, дозировку надо повышать, потому что организм адаптируется к токсинам. Так же, как если человек пьет водку каждый день, ему надо потом дозу повышать, чтобы добиться эффекта. То же самое здесь. То есть следствие объявили причиной, грубо говоря, и стали это лечить. И в итоге получается, что в год умирает примерно 60 миллионов человек от последствий гипертонии, вот этой самой, ее же 95%, 60 миллионов в год инсультов, инфарктов, которые вызваны гипертонией. А гипертонией страдают 25%, это официальная статистика, от всего населения в общем. Земли. Да, то есть если взять 8 миллиардов, то четверть, четверть, 2 миллиарда. 2 миллиарда людей? Примерно на планете 2 миллиарда пожилых людей, и вот эти все 2 миллиарда примерно на 100% поражены гипертонией. Причина, которая неизвестна официальной медицине. Но нашей группе она известна, к счастью. Поэтому мы добиваемся результатов. Температура у нас у всех одинаковая, 36,6 должна быть. Почему давление у всех разное? Ну, во-первых, оно не такое уж и разное, то есть есть... Ну, вот у меня, мама, комфортное давление, 90 на 60. Ну, смотрите, вернемся к космонавтам. Так, 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 мои любимые. Почему их стали запускать в космос с первой стадии гипертонии? Выявлено, что риски минимальные на этой стадии какого-то там инсульта, инфаркта, развития вот этих плохих моментов. И, соответственно, органы все здоровы, их же обследуют, да, то есть, ну, можно запускать. Хотя я бы не запускал, потому что... Сейчас мы дальше это поймем. Любое повышение давления выше 130 на 80, это говорит о том, ну, постоянное, да, это говорит о том, что снижен кровоток головного мозга. А для космонавтов это критично. Но бог с ним. Их запускают в космос, ну, потому что просто с причиной-то никто не борется. И есть факторы, которые действуют на всех людей и вызывают гипертонию. И если так жестко отфильтровывать космонавтов, то и космонавтов не останется, понимаете? Поэтому делают допуски, потому что иначе не останется космонавтов, некого будет запускать в космос, все гипертоники будут. Но совершенно неизвестно, как потом это все разовьется. Может, он там слетает с первой степени, прилетит, а у него вторая будет? Ну, так обычно, скорее всего, и бывает. Потому что если причину не устранять, она развивается. Что касается давления разного у всех, у кого-то 90 на 60, у кого-то выше, 120 на 80, то есть определенные рамки, в рамках которых давление считается оптимальным. Вот оптимальным давление считается от 90 на 60 до 120 на 80. То есть все, что в этих рамках – норма? Все, что в этих рамках – это не норма, это оптимально. Норма – это считается выше, от 120 до 130, вот эта норма. Ну, то есть как бы это еще укладывается в норму. То есть есть оптимальная норма, есть там высокая нормальная, это до 140. Вот уже выше 140, от 140 до 150, и от 85 до 90 нижняя – это уже первая степень считается. Вот поэтому, если брать общую массу людей, у которых нет гипертонии, у которых оптимальное давление до определенного возраста, то вот у них как раз в эти рамки укладывается. И зависит это от разных особенностей, от разных особенностей. Но я так считаю, что в большей степени это зависит от состояния сосудов головного мозга. То есть у кого-то они более раскрыты и больше насыщены с кислородом, у того будет ниже давление. Потому что чем больше насыщенность мозга кислородом, тем будет сердцу… Как бы не нужно так сильно качать кровь, да, и тогда, соответственно, давление будет пониже. А если, допустим, повыше давление, то, значит, сосуды мозга не так хорошо насыщаются кислородом. Поэтому сердцу нужно приподнять давление. Ну, то есть вся тайна гипертонии заключена в сосудах головного мозга? Да, да. Когда мы хотим… Вот это совет вообще всем медикам, всем врачам. Я все время его даю и призываю всех специалистов всегда смотреть в корень и обращаться всегда к физиологии. Потому что в основном ответы на наши медицинские вопросы кроются в физиологии. Как управляется та или иная система в организме? Вот гипертония… вернее, давление, то есть деятельность сердца и сосудов управляются из головного мозга. Там есть сосудистый центр, который следит за количеством кислорода, который к нему поступает. Называется это… так и называется сосудодвигательный центр. Он сопряжен вместе с дыхательным в голове. То есть это единый такой клубок нейронов, который мониторит количество кислорода, проходящего мимо них, поступающего из сердца через шею в голову. И, соответственно, в ответ на это они регулируют деятельность. Сделано это для того, чтобы человек мог, допустим, при физической нагрузке не потерять сознание. Потому что вот он начинает физическую нагрузку, у него кислорода становится меньше, значит, центр сосудистый что делает? Дает сигнал на сердце поднять давление и дает сигнал на дыхательные мышцы чаще дышать, чтобы кислорода больше было. И только от этого центра физиологически зависит, в каком состоянии спазм будет сосудов или расслаблены капилляры. Сильно будет сердце сокращаться или оно будет отдыхать, будет работать как бы на полуавтомате, да, легко. Так же, как во всех биологических системах и во всех системах сложных, в которых нужно, чтобы было управление для целостности системы, да, поддержания и существования ее во внешней системе. Ну, как ядерный реактор, ты же на компьютере, ну, себя нажимаешь, поднять эти стержни, опустить там и все остальное. Да, в общем-то, то же самое касается сердечно-сосудистой системы, это тончайшая регуляция, которая вот в голове происходит. И именно этот центр и поднимает давление. В этом причина. То есть он повышает давление и у человека возникает гипертония. Вот эти 95% это именно сосудистый центр в головном мозге. Это очень древняя система, такая сформированная эволюция, она очень надежная, очень древняя, очень такая, как сказать, со всеми степенями защиты, то есть она не ломается, она не испытывает никогда проблем. Ну, мы это можем понять по случаям, когда человек там в коме лежит без сознания, а у него сердце все равно бьется, да, то есть это такая просто вот прям базисная такая вещь. Весь в организме, что она не ломается. Но она обладает очень высокой чувствительностью. И если снижение идет кислорода, вот эта перфузия кислорода вот этой зоны снижается, а находится эта зона здесь у нас сзади в стволе головного мозга, вот этот центр сосудистый, прям на входе, то есть входят две позвоночные артерии, через шею, через позвонки проходят. Они еще и защищены костями, то есть это единственная артерия, которая проходит через кости. То есть это, ну... Это прям танк. Прям, да, такая броня. Вот, и они там вот проходят, заходят и сразу прям заходят, соединяются, две артерии вот справа и слева заходят в голову, соединяются вместе и тут же заходят в сосудистый центр. И вот если там снижается количество кислорода, вот тогда... Вот тогда он выполняет свою функцию, которая заложена ему в физиологии, то есть он говорит, давай поднимай, тут же моментально все, поднимай давление. И пока ему кажется, что кислорода маловато, это давление он будет держать повышенно. А чтобы снять нагрузку с сердца, он дает приказ на капилляры, сожмитесь, сожмитесь, да, чтобы вот эта разница пульсовая была, чтобы сердце поменьше на него нагрузки было, чтобы ему легче было толкать кровь к мозгу. То есть происходит так называемая в медицине у нас и в физиологии централизация кровообращения, да, то есть когда самые важные органы, там, сердце, печень, мозг, получают вот этот поток крови повышенный. А поэтому руки и ноги холодеют, потому что кровь оттуда вся уходит. У гипертоников, да, холодеют руки и ноги, да. И вот это вот, ну в том числе у гипертоников снижается там потенция, да, у мужчин, потому что тоже все это дело сжимается и не работает. От менее важных органов к самому важному. Да, к мозгу. Вот, и причина вот в этом. То есть, а когда мы столкнулись с этим в фотопрактике, то есть мы, как, сначала я с этим вообще случайно столкнулся, потому что, как бы, я-то не планировал заниматься гипертонией. Я понял, что этот связь начал копать и раскопал вот эту всю историю про сосудистый центр, про позвоночные артерии. Оказалось, что они из-за этих грыж и остеохондроза, позвонки смещаются, ее сжимают, эту артерию, не дают крови проходить к этому центру. И поэтому там мало кислорода, и поэтому, то есть может быть во всем остальном-то организме и нормально все, да? Да. Просто именно туда, до датчика не доходит. Да, да. И потом я стал уже целенаправленно лечить гипертонию таким способом. И до сих пор я ее лечу вот по, ну, сколько, я не знаю, там, десятки тысяч пациентов уже. И я у всех одно и то же. То есть вылечиваем шею, проходит гипертония. Как выяснилось, в шее так устроено, ну, какая-то природная, наверное, эта особенность, что вот болеть, она начинает в последнюю очередь. То есть сначала она зажимается, там, идут блоки какие-то, там, тугоподвижность, нарушается подвижность, там, начинает плохо работать. Уже идут внутри зажимы этих сосудов, там, головные боли начинаются, головокружение. То есть мозговые симптомы уже идут, то, что артерии пережаты. То есть головокружение пошли, точки перед глазами. Потом, потом уже начинает давление подниматься у человека. То есть сначала вот эти вот всякие предсимптомы идут, там, шум в ушах, головокружение, там, головные боли и так далее. Потом начинает давление подниматься, уже включается сосудистый центр. Еще шея не болит. Но давление уже поднимает. А давление уже начинает прыгать у него. Потом она постоянно становится, уже там зажимы серьезные, да, то есть. И потом только начинает болеть шея. Вот так, как правило, это происходит. К тому моменту, когда заболит шея, там уже такой ворох проблем. Да, и поэтому медицина и не связывает. То есть как бы шея-то не болит. Отдаленно, да, да, да. А у человека уже давление, да. И вот он обследует внутренние все органы, они у него все здоровые. А шею-то никто не обследует. Максимум, что ему сделают, это УЗИ сосудов шеи. Посмотрят, что там. И скажут, кстати, везде у каждого написано, кто ко мне приходит. Ко мне же приходят, когда уже всех обойдут, там таблетка напьются, все там, все. Всех пройдут специалисты, вот с такими вот этими историями болезней. И смотришь, и мы делали УЗИ сосудов шеи, делали. И там написали все, все УЗИ-сты писали, извитость позвоночных артерий, извитость, компрессия позвоночных артерий, извитость, там. И дальше пишут. Вот это меня удивляет, поражает. То есть в норме артерия должна, ну вот позвонки есть, между ними есть, у них есть дырочки, да. Она должна ровно идти, ровно. Если извитость возникает, то это значит, что сместились позвонки и зажали ее. То есть это, наверное, нарушился кровоток. Да, да, да. Это логично, банально. А УЗИ-сты пишут, извитость позвоночных артерий, нарушение гемодинамики по позвоночным артериям нет. Нет. Ну как это нет? Если они у тебя уже, да, конечно. То есть это противоречит одно другому, по сути дела. И мы эти артерии, по сути дела, выпрямляем. Вправляем назад, да. Не вправляем, позвонки потихоньку сдвигаем, чтобы и по УЗИ смотрим, сами уже у нас свои УЗИ-сты, которые заточены на этой, смотрим, чтобы он восстановился, этот кровоток. И все, и у человека проходит тогда гипертония. Можно как-то не приходить, ну вернее, сделать что-нибудь, чтобы не получить гипертонию, чтобы они у тебя не сместились в конце концов. Ну как-то, я не знаю, гимнастику, в телефоне не сидеть. Ну что делать, чтобы не было гипертонии? Чтобы к вам не попасть на прием. Когда я лечил грыжи, грыжи лечил, люди, которые проходили у меня курс, ну что я делал? Я делал там такой глубокий точечный массаж шеи, да, снимая блоки с этих позвонков, чтобы вот разблокировать диски межпозвоночные. А поскольку там же рядом и сосуды находятся, то я и их тоже разблокировал. И они меня все просили, эти люди, сделай нам какую-нибудь гимнастику, чтобы мы потом делали, чтобы мы к этому не возвращались. То есть я разработал больше 20 лет назад комплекс гимнастики, который записал на видеокассеты, тогда еще ВХС-ки были такие. Ну помните, да, такие? Конечно помню. Вдвоё детство все швацевые гимнастики. Записал и просто я им давал эти видеокассеты, они брали эти видеокассеты и дома занимались. И кто-то там из них выложил это в Ютуб, когда появился Ютуб. И вот эта гимнастика, она оказалась эффективна, даже дистанционно. То есть человек просто начинает её делать, гипертоник, даже уже гипертоник, ему уже легче становится. Потому что я её разработал анатомически так, эту гимнастику, чтобы вот именно прорабатывать вот эти места, связанные с позвоночными артериями. Не просто какая-то там гимнастика, а именно вот такая, как бы анатомическая получилась. Слушай, есть одно-два упражнения, которые нужно делать каждый день всем людям. Для профилактики, для тех, у кого нет гипертонии, есть гипертония. Ну вот встал, сделал? Для шеи имеется в виду. Ну конечно, понимаешь, сейчас правильно. Ну тут вставать даже не надо, надо сесть. Я имею в виду, встал, проснулся и сразу сделал. Да, сесть, ровная спина, вот, грудь немножко вперёд. Вот первое упражнение из этой гимнастики, это маятник, самое простое, ну или метроном, ещё я его называю. То есть нужно наклонить голову, как бы, и растягивать, как раз вот растягиваются эти межпозвонковые мышцы, межпоперечные между позвонками. И они вызывают вот это расслабление, чтобы лучше начали работать межпозвоночные артерии. И в другую сторону. И так вот несколько раз. По 5-10 секунд задержки. То есть это первое упражнение. И тоже одно из таких хороших упражнений, то есть вот это на растяжку упражнение. И тоже на растяжку это вот потянуть голову вперёд. То есть вот растянуть. А назад не надо вот так? Назад не надо, то есть как-то... Наоборот блокируешь, да, там всё? Ну да, там получается ты их зажимаешь. То есть надо растягивать вбок и растягивать вперёд. Каждый день утром, дорогие зрители, давайте мы с вами попробуем сделать небольшой марафон. Вот начиная с того, как вы посмотрели эту программу, давайте по утрам вы будете делать эти простые упражнения. И через какое-то время напишите нам в комментариях, у нас через несколько недель после этого интервью выйдет ещё одно интервью с Александром Юрьевичем. Вот в комментариях под ним и напишите нам, пожалуйста, какие-то свои ощущения. Стало вам легче, не легче? Ну, в общем, опишите ваше состояние после того, как вы начали делать. Такие, казалось бы, простые, но важные упражнения. Да, пять повторений первого упражнения, пять повторений второго упражнения утром и можно перед сном тоже делать. Лучше спать будет человек, кровоток улучшится, от этого сон улучшится. А напоследок маленький вопрос. Доктор, а какой вы тонометр используете? Механический или электронный? Нет, только механический. А, я так и знал. А почему? Ну, потому что он не такой чувствительный, как электронный и даёт более объективный сигнал, как это ни странно. Казалось бы, да? Да. Почти паровая машина, а по факту? Да, потому что электронный может словить какой-то вот спорадический сигнал и выдать более высокий. Это первое. И второе, электронные производители настраивают специально так, что они, если что-то интерпретируют, какой-то результат, они будут интерпретировать его в сторону более высокого сигнала. И это большая проблема, кстати. Поэтому мы, профессионалы, никто не использует электронные тонометры. Прекрасно. Спасибо вам большое. Это было очень полезным интервью. Спасибо. 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 .